Из Великого Устюга в свою резиденцию в Иванове прибыл настоящий Дед Мороз. Высокий, статный и холодный, как лед. Здесь, на своем троне, он будет две недели принимать малышей и взрослых и исполнять их желания. Дед Мороз рассказывает, он старается подарить подарки даже тем, кто плохо себя вел. Праздника лишать нельзя. Современные дети, по мнению сказочного гостя, очень набалованы. Многим подавай в подарки технику и электронику. А вот взрослым все больше хочется чуда. Хотя и тут есть исключения. Недавно один мальчик мне, Вовочка, прислал письмо и просил меня исполнить, ну, это я сделать, конечно, не смог ему, подарить мою волшебную тройку, на которой я езжу по всей стране. Я вышел из положения и подарил Вовочке маленькую игрушечную тройку лошадей. На площади Пушкина родители и дети катаются с горки, фотографируются, ездят на санках. Сюда они пришли, чтобы дать официальный старт при новогодней суете. И все спорят, какой же это праздник, детский или взрослый. Я считаю, что все взрослые немножечко дети. Наверное, в душе у всех этот праздник. Наверное, взрослый. Ждем Деда Мороза с нетерпением. Сама, наверное, больше, чем ребенок. Хочется очень праздник, отдохнуть хочется. Несколько часов концерта, выступлений снеговиков и других сказочных персонажей, поздравления и главное волшебство. Дед Мороз зажигает елку, самую большую в городе, модную, с огурцами. Наступающий год, обещал Дедушка Мороз, будет лучше, чем уходящий. Главное, в это верить. Что пожелать? Побольше добра, побольше внимания к друг другу, побольше оптимизма, здоровья оптимального, счастья максимального, любви бесконечной, молодости вечной, зарплаты приличной, ну и, конечно, жизни отличной. Пусть все так и будет. Дети Деда Мороза ждали весь год, учили песенки и стихи. Так малыши стараются заслужить подарки. Улица гуляет Дедушка Мороз и не рассыпает, по ветвям берез. Ходит бородою, белую трясет, в тофу ногами только трешка идет. Тем, кто не сможет посетить резиденцию и посидеть на коленях у Деда Мороза, сказочный персонаж пожелал в будущем быть добрее и заботливее к близким. Только так можно заслужить благосклонность символа года. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.